Девушки отдыхают Я думаю, что это на протяжении всего матча будет происходить Дзюба здорово головой куда-то над перекладиной мяч отправил Но тем не менее первый на нем оказался И это отмечаем И это интересно, потому что в целом Артем играет больше как блокирующий игрок при стандартах А бьют другие и тот же Иванович Команда, которая стандартами умеет пользоваться А тем временем Цервена Звезда агрессивно атакует И Лунев не фиксирует мяч в первой попытке Но никакой опасности, к счастью, рядом не было Поэтому все спокойно И Андрей ищет, кому ввести И отдают Ярославу Ракицкому Хочется продолжения Заметьте, при первой возможности Как только мяч у сербов оказывается в паре метров от штрафной площадки Андрея Лунева Они непременно бьют Да, но Бариус-то, как мы знаем, это футболист в первую очередь Сильный своим разрушением Я бы сказал, что созидание для него, наверное, на втором плане Удар поворотом Андрея Лунева и сейчас было сверх опасно И опять удар достаточно длинной дистанции Да, не стесняются сербы бить и такое ощущение, что это прямо установка Ну, на самом деле, если сложить все, о чем мы сегодня говорили Солнце, Андрей Лунев, кепка Иванович начнет быть более заметен на поле, что ли Если у него будет больше работы, то сербские болельщики начнут аплодировать и его удачным действием Потому что банок непререкаемый авторитет Но пока Цервена Звезда в атаке И хороший удар, и хороший сейф Андрея Лунева И отметим и удар Иванича в касании И то, как Лунев ближний угол своих ворот защитил Очень громко стало на стадионе в городе Сложнее ситуация, в которой он оказывается Тем, может быть, проще и интереснее выход из нее находить, нежели чем убегать В очередной раз один на один Юрий Жирков снова показывает то, что умеет делать Юрий Жирков Хорошая передача Станга, Сердар Азмун Добивание еще раз Гол! Сердар Азмун Открывает счет Это была непростая ситуация Но Сердар Азмун вышел из нее с честью 1-0 39-я минута этой встречи И, конечно, отметим в первую очередь Юрия Жиркова Который по качал на голове Это любимая история Юрия Жиркова Мне кажется, он только ради этого в футбол играет Давайте посмотрим повтор Вот здесь Юрий как-то так не побоялся головой нырнуть Туда набросил Азмун сначала в штангу Затем снова Юрий уже туда на убой И Азмун на добивании со второй попытки Мимо как раз Милана Родича Этот мяч Мне кажется, он даже коснулся, нет? Но ничего, мы держимся Еще один удар сейчас будет из-за пределов штрафной Андрей Лунев тащит, но на добивании Нет, положение вне игры Положение вне игры Счет по-прежнему 1-0 в пользу Зенита Получается, тут болельщиков Сорвенной Звезды все-таки поменьше Потому что этот боковой Да, но Ричард Баки оказался на Как? Пьян-кап У нас очень опасно Ворот Андрея Лунева Великолепно играет голкипер сборной России И давайте смотреть повтор Да, явно преувеличил я, когда сказал, что солнце Луневу не будет мешать Оно на самом деле ровно посередине зависло над нами Сейчас и одинаково мешает всем Запасного голкипера, который тоже, я думаю, свою практику получит Дальний удар, Лунев И снова Лунев Реагирует Потому что он руки так в самый последний момент перед собой выбросил Видно было, что неожиданным этот удар Очень много людей было на пути И хорошо вообще, что Андрей среагировал 33-й номер появился на поле Замена Классная скидка от Зуба Может убегать, может убегать, может убегать Может не забивает вратарь в последний момент Прерывает эту атаку Эх, в который раз И снова мы замечаем, что Серда Размун не реализует выход 1 на 1 Какая-то прям засада С одной стороны, можно порадоваться, что они у него регулярно возникают Еще и мы отмечаем передачу Артема Дзюба Очередную, практически, которая стала голевой Да, скидка была шедевральная И передача, и скорость, и что там Серда Размун Да, Медиков просит к себе Показывает, что И положение вне игры не фиксируется И Андрей Лунев снова вытаскивает из ближнего угла Байки Е14 номер пробивал Лунев снова и против соперника, и против Солнца действовал прекрасно Ракицкий Здорово ловит на бедро Вот смотрит диагональ, видит там Ригони, здорово Ну вот как и раз Как он это делает Ригони прострел, Дзюба Распределить решил вот эту нагрузку тренер Сильвены Звезды Дальний удар, Лунев снова отбивает Снова Лунев Здорово Бранко Йовичич, третий номер пробивал Лунев Получился желтая в этом смысле, наверное, оправдана Хорошо, что она не переносится ни в другие турниры, ни в товарищеский матч Сильвены Звезды навешивает В сторону дальней Ой-ой-ой Показалось мне, что мяч прям в ворота залетел У меня, ты знаешь, было ощущение, что какая-то дырка в сетке там практически Вот так вот это выглядело с нашей стороны Но нет Это угловой И Милош Вулич Этим финальным 600 секундам Давайте, давайте придадим бодрости Сейчас вот только досмотрим эту атаку в Цирвены Звезды Удар слева Браво, Андрей Лунев Листящее уже Я думаю, что он даже адаптировался к тому, чтобы против Солнца играть И на Газпром-арене ему будет скучно и одиноко Там никогда ничего в глаза не светит, кроме прожекторов Цирвена Звезда перехватывает еще раз этот мяч И действительно подсбавили, я тут уже склонен согласиться Сербские болельщики Как-то в первом тайме они выглядели поживее Вот может быть сейчас 33 номер, Андрей Лунев спасает Браво Уже спасение так спасение Да, Андрей Лунев Супер сейф Разобрался в этой достаточно убойной позиции И Милан Евтович, вышедший на замену, пробивал Давайте посмотрим повтор Нарушение и Бронислав Иванович против 92 номера Андрей Лунев Друзья, уходим мы непобежденными С этих Газпром-тренировочных сборов С этих Газпром-тренировочных сборов